Этим ребятам до всего есть дело. Волонтёрское движение нашего района – одно из лучших на Кубани. И его развитие продолжается. В этом мы смогли убедиться, побывав в Северном парке, где собрались активные молодые люди, участвующие в тематической смене «Я доброволец». 17 лет исполняется в нынешнем году этому серьёзному мероприятию, в ходе которого учащиеся городских школ и студенты первых курсов Славянского сельхозтехникума и филиала Кубанского госуниверситета смогли узнать очень много нового. Началась смена со дня тимбилдинга и социального проектирования. С приветственным словом выступила руководитель комплексного молодёжного центра «Континент» Инна Дьяченко. Она поздравила ребят с открытием смены и пожелала им плодотворной работы. Насколько активна сегодня наша молодёжь. Мы очень надеемся, что все дни, которые вы придёте вместе с нами, каждый день будет насыщенная и интересная программа. Мы придумали для вас много разных штучек, подготовили подарки и призы. Мы надеемся на вашу активность, надеемся, что все знания, которые вы сегодня и завтра, и после завтра в тимбилдине получатся, вам обязательно пригодятся. Вы познакомитесь, приобретёте здесь новых друзей. Для вас всегда открыты двери в нашей молодёжке. У нас всегда очень много всего интересного, интересных проектов, интересных мероприятий. И наша задача сделать так, чтобы ваша молодая жизнь была насыщена, интересна, такими хорошими, добрыми делами. Затем участники разделились на четыре команды для прохождения испытаний, на команды образования и выявления лидера. Для волонтёров очень важно действовать в одной связке, добиваясь поставленных целей. Приглашённые эксперты будут давать всевозможные знания ребятам, которым обязательно пригодятся. То есть сегодня у нас день тимбилдинга и социального проектирования. К нам придёт Юлия Владимировна Высоцкая. Завтра у нас день волонтёров МЧС и день Красного Креста. К нам придут специалисты из МЧС, будут показывать, как спасать людей. И также Анна Григорьевна Громыка к нам придёт, тоже расскажет о добровочебной помощи. И третий день заключительный у нас будет день доброцентра, проведём мастер-класс. И день волонтёров здоровья. Все дни у нас насыщены не только учебным процессом, обучающим, но также игровой программой. Потому что мы понимаем, что только в процессе игры информация лучше усваивается. Игры необычные, игры как раз на выявление лидера, на сплочение коллектива. Это то, что нужно, как говорится, ребятам. Участие ребят в добровольческом движении не только не мешает учёбе, а наоборот помогает, даёт обрести уверенность в своих силах. И также я пришла со своими подругами, одноклассницами. Я думаю, мы очень весело проведём время за эти три дня. Будет много мероприятий, активности, команда сплочённостей. И я думаю, мы напишем хороший социальный проект. Быть волонтёром для меня – это большая честь, потому что мы помогаем многим людям. Также устраиваем мероприятия, которые так же, как и для маленьких детей, так же и для взрослых людей уже им очень интересно. Ты получаешь какую-то поддержку, получается, ты устраиваешь для них мероприятия, а они тебе взамен вот эту вот эмоциональную энергию, они тебя мотивируют работать всё больше и больше в этой сфере. Второй день смены Красного Креста и волонтёров МЧС запомнился мастер-классами по оказанию первой доврачебной помощи и действиями по правилам поведения при пожаре на воде, при обнаружении квадрокоптера и в других небезопасных ситуациях. Ребята остались под большим впечатлением от третьего дня волонтёров здоровья и защиты проектов, что начался с профилактической квиз-игры про ЗОЖ, а закончился проектной защитой и награждением лучших из лучших. Завершилось всё торжественной церемонией вручения сертификатов о прохождении смены я доброволец. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова